приветствую вас на канале бисеромания меня зовут татьяна в этом видео уроке мы с вами делаем вот такой классный широкий браслет из бисера и ронделей я недавно делала мастер-класс по плетению вот такого колье которое принимает круглую форму и решила также сделать прямое плетение для плетения дополнительного браслета к нему то есть для того чтобы сделать например целый комплект я надеюсь вы оцените обязательно это видео лайками комментариями репостами а мы с вами продолжаем смотреть как же можно сделать вот такую красоту для плетения нам понадобится чешский бисер номер 10 вот его номер если кому-то понадобится или понравится такой такая расцветка рондели диаметром 6 на 4 миллиметра я их покупала интернет-магазине бибико ссылочка будет в описании вот такой замочек карабин соединительным кольцом и цепочка к нему я использую вот такую леску она мне очень понравилась она одна из дешевых и довольно таки хорошего качества тоненькая 0 18 миллиметров иголочка и у нас получится вот такое плетение я хочу сделать браслет поэтому немножко будет плетение отличаться от предыдущего мастер-класса где я его делала и хочу сделать его немножко шире поэтому кто хочет себе сделать и целый комплект давайте следовать этому видео мастер-классу но если вы не видели видео урок где я плела вот такое ожерелье то ссылочка на него будет внизу под видео в описании как всегда сделала заметки свой блокнотик периодичность плетения сначала мы с вами делаем вот эту часть делаем прямой браслетик и затем мы делаем вторую часть добавляем еще одну часть чтобы он стал шире и так первый ряд мы набираем 7 бисеринок раз два три 4 5 6 7 отрезаем около полтора метра лески я думаю этого количества нам будет достаточно также сюда же набираем один рондель и 6 бисеринок 3 4 5 6 7 битс ума на ронда and 6 битс опускаем весь этот набор до самого конца и теперь там где у нас 7 бисеринок мы проходим в эту последнюю бисеринку или первую вот и у нас получается с вами вот такой треугольничек следующий ряд у нас 2 по очереди один рондель и 6 бисеринок ван рондель and six биц опускаем их мы проходим в первую бисеринку возле рондель а вот так с правой стороны и затягиваем иголочку хорошо подтягиваем леску следующий третий ряд у нас идет такой же набор один рондель и 6 бисеринок ван рондель and six биц и такой набор будет у нас до конца всего плетения этого ряда смотрите мы иголочкой проходим в первую бисеринку возле рондель а только уже сверху то есть предыдущий ряд там где мы сделали вот такие смотрите два треугольничка у нас получились из бисеринок далее для того чтобы закрепить леску я прохожу иголочка через рондель ван рондель нас леска встретилась и поэтому мы сможем с вами сделать несколько узелков и закрепить нашу леску чтобы она не распускалась закрепив леску обрезаем маленький кусочек лесочки и нам нужно по бисеринкам вернуться вниз и затем вверх а в ту бисеринку из которой мы с вами выходили снова такой же набор рондель и 6 бисеринок снова мы проходим в первую бисеринку возле рондель а только снизу затягиваем леску снова такой же набор рондель 6 бисеринок и мы проходим в первую бисеринку возле рондель а с правой стороны только вверх и таким образом как вы поняли мы чередуем проходим то верхнюю то нижнюю бисеринку возле рондель а с правой стороны далее такой же набор и мы продолжаем плетение далее до конца ряда делаем необходимую длину для плетения браслета или чокера репет из степс он за энту заброс на сделала браслет необходимой длины вот в конце мы сделали ряд смотрите нам нужно сделать так чтобы получилось не симметрично как бы вот большая бисеринка рондель выступает то есть бусинка вот здесь с правой стороны а с другого конца она выступает с левой стороны видите вот так у нас должно получиться все теперь нам нужно закрепить леску можно далее как по бисеринкам вот пройтись и между этих бисеринок мы закрепляем леску потому что нам понадобится еще один отрезок если вы хотите его сделать широким а если вам понравилось вот такая ширина кстати довольно таки неплохо смотрится посмотрите и как раз идеально подойдет к нашему браслету а я ожерелью то есть я имела ввиду вот быть идеальный комплект но почему-то мне хочется его сделать немножко шире поэтому я закреплю леску и мы далее продолжаем с новым отрезком работать для того чтобы сделать еще один ряд мы кладем браслет таким образом чтобы вот это крайняя бусинка была снизу набираем еще отрезок лески длиной где-то один метр набираем ее в иголочку мы набираем сюда наверно 7 бисеринок seven bits вот 7 бисеринок и проходим иголочкой вот эту бусинку нижнюю вот таким образом далее мы набираем 6 бисеринок секс биц опускаем их и проходим в первую бисеринку вот таким образом из 7 набранных вот подтягиваем наше плетение и она получилась симметрично вот этому далее мы набираем один рондель и 6 бисеринок точно такой же набор как мы и набирали все время ван рондель и and six bits теперь мы проходим в первую бисеринку возле рондель а вот и затягиваем нашу лесочку вот таким образом здесь нам рондель ставить не нужно поэтому мы далее проходим иголочкой просто в рондель и затягиваем его придерживаем второй конец лески чтобы он у нас не распускался сейчас мы его скоро закрепим далее я набираю 6 бисеринок без рондель а поскольку мы уже в рондель вошли six bits и проходим вот эту бисеринку возле рондель а правой стороны затягиваем лесочку сейчас посмотрим что у нас с вами получится вот и получается точно так же как и сверху далее для того чтобы было удобнее я прохожу в рондель с левой стороны и теперь нам нужно закрепить леску для того чтобы она у нас больше как бы не распускалась далее я прохожу по всему вот этому набору которые мы с вами набирали и возвращаясь точно в эту же бисеринку откуда у нас и выходила леска в общем для продолжения плетения далее набираем 1 рондель и 6 бисеринок и мы проходим вот верхнюю бисеринку и нам нужно пройти в соседний рондель и далее нам здесь рондель набирать не надо сверху поскольку он у нас уже есть поэтому мы набираем 6 бисеринок six bits и проходим в нижнюю бисеринку возле рондель а подтягиваем и как вы видите вот такое у нас получается симметричное плетение снова смотрите снизу мы набираем рондель 6 бисеринок ван рондель and six bits мы проходим в бисеринку возле рондель от сверху подтягиваем далее мы проходим в этот рондель и теперь мы набираем 6 бисеринок когда у нас сверху хоть леска мы входим в нижнюю бисеринку возле рондель а вот так подтягиваем наше плетение все далее мы плетем точно таким же образом до конца нашего браслета дошла до самого конца и в конце мы набираем 6 бисеринок и проходим вот эту нижнюю бисеринку и в общем таким образом у нас завершается плетение всего браслета посмотрите какой он красивый у нас получился теперь нам нужно место для закрепления замочка поэтому далее я возвращаюсь где-то вот сюда и по бисеринкам общем я прохожу в необходимое нам место вот прохожу бисеринка и еще две бисеринки по трем бисеринкам и так мы набираем три бисеринки замочек соединительным кольцом и три бисеринки 3 битс лак n3 битс и мы входим точно таким же образом с другой стороны тоже в три бисеринки точно такие же затягиваем и у нас получилась вот такая петелька для замочка в общем здесь я прохожу несколько раз для того чтобы у меня надежнее закрепилась место для замочка прохожу во второй конец браслета и здесь делаю точно так же ты соединяет цепочку все ребят завершила плетение присоединяю цепочку посмотрите какой классный и широкий у меня получился браслет сейчас всего померяем он шириной где-то около трех сантиметров получился посмотрите как красиво он переливается бусинки просто очаровательность сверкают на солнышке и по-моему довольно таки неплохое сочетание цвета посмотрите какой классный получился комплект можно сделать в один ряд он получится такой же ширины браслет как и ожерелье но можно сделать например и шире как сделала я в общем это вам решать какой ширины делать вам браслет если хотите можете сделать даже еще шире но по-моему такой ширины будет достаточно в общем надеюсь вам понравился этот видео урок обязательно жду ваших лайков под видео комментариев также репостов до новых мастер-классов до новых видео уроков пока пока пока